доброго времени суток дорогие рукодельницы я рада вас снова видеть на своем канале сегодня мы с вами продолжим рубрику вязание из остатков пряжи нам не обязательно ориентироваться на толщину пряжи то есть если у нас разной толщины нитки ничего страшного в этом нет в процессе вязания вы поймете почему самое главное что мы должны подобрать крючок который будет подходить под самую толстую нашу ниточку для основы вязания мы будем использовать остатки пряжи а для вязки будем использовать однотонную желательно ниточку такого цвета которого у нас нет в остатках итак начинаем наше вязание с двух воздушных петелек первую петельку мы не затягиваем 1 2 дальше вытягиваем ниточку плюс минус на сантиметр делаем накид на крючок и в первую петлю вытаскиваем 1 накид 2 накид 3 накид 4 если у вас ниточки более толстые тогда можете сделать 3 накида если наоборот более тоненькие тогда сделайте 5 6 без разницы 7 накидов ориентируйтесь по вашей пряжи провязываем все петли вместе закрываем 1 воздушная вытаскиваем ниточку делаем накид и теперь вершинку предыдущего вытаскиваем 1 2 3 4 провязываем все петли вместе закрываем воздушная вытягиваем ниточку делаем накид и теперь опять вершинку предыдущую вытаскиваем 1 2 3 4 провязываем все петли вместе закрываем воздушная и по такому принципу нам нужно провязать веревочку давайте для начала провяжем где-то не знаю давайте вот таких вот элементов штук 10-15 увеличить мы сможем потом в любой момент и так вот я провязала небольшую такую вот полосочку и теперь хочу показать вам как менять цвет смотрите если у вас нитка следующая тоньше предыдущей тогда вы должны просто сделать больше вытянутых петелек чтобы следующие ваши вот эти пышные элементы были точно такими же по размеру как и предыдущие а нитка меняется вот таким образом вот мы с вами закончили последний пышный наш элемент провязали закрыли вода а воздушную петлю еще не вязали кстати вот сейчас мне ниточка чуть-чуть потоньше поэтому будет наверное на 1 или 2 накида больше чем в предыдущем случае я вытаскиваю и воздушную петлю уже вяжу новым цветом вытягиваю ниточку делаю накид и в вершинку провязываю раз два три четыре видите четыре мало потому что нитки тоньше чем предыдущие и получается вот этот пышный элемент не такой он меньше значит мы провязываем дальше пять и шесть я думаю 6 будет достаточно провязывая все петли вместе и закрываю и видите несмотря на то что у нас пряжа разная вот эти вот элементы у нас получается плюс минус одинаковыми и дальше продолжаем опять воздушная петля вытащили ниточку вершинку раз два три 4 5 шесть провязываем петли все вместе закрываем воздушная и так далее вот эти вот хвостики которые у нас здесь получились мы просто связываем друг с другом и и прячем хорошенько их затягиваем и прячем их в серединку нашего пышного элемента сейчас покажу как обрезаем и теперь просто вот таким образом распушаем если можно так сказать наш элемент и все и узелка у нас не видно и теперь берем с вами основной цвет которым будем делать окантовку то есть у меня это белый цвет здесь нитку я не обрезаю потому что когда мы с вами вот так вот свернем будем сворачивать нашу улиточку мы сможем продолжать вязать до тех пор пока нам будет это необходимо то есть нитку мы обрезаем уже в самом конце мы просто и сейчас вот так вот оставили чтобы удобнее было скручивать наше изделие итак берем белый цвет провязываем 3 воздушные петли первую не затягиваем сильно она у нас первая рабочая петля дальше вторая третья петелька и находим самую первую нашу петлю с чего у нас все начиналось заводим сюда крючок вытаскиваем ниточку и провязываем столбик без накида вот эти вот три петельки мы их как бы будем вести вот так снизу теперь вяжем 5 воздушных теперь смотрите внимательно вначале будет неудобнее всего потом дальше уже все пойдет как по маслу смотрите у нас есть вот такие вот перекладинки до которые вот и хорошо видно вот мы вот так заводим сюда крючок под первую и наша первая воздушная беленькая в нее заводим крючок и захватываем ниточку вытягиваем и провязываем столбиком без накида вытягиваем чтобы у нас наш вот этот вот столбик без накида был посерединке на вот этом стыке вот так вот так видите теперь опять провязываем 5 воздушных вот так вот теперь вот он следующий наш стык заводим крючок и опять в первую вот эту белую петельку петельку я надеюсь то что вам видно и все понятно вытаскиваем ниточку чтобы она была опять на стыке и провязываем столбик без накида саму ниточку вот саму петельку она будет у нас растягиваться но мы ее каждый раз подтягиваем а в конце просто как обычно во всем вязании завязываем и все опять 5 воздушных и опять вот наша перекладинка вот крючок и опять первая петля завели вытащили ниточку на вот этот вот стык и провязали столбик без накида 5 воздушных и теперь опять вот наш следующий стык получается 1 2 3 4 вот он четвертый мы под него и опять первую нашу вот эту вот петельку вытаскиваем ниточку провязываем столбик без накида все 5 воздушных и теперь смотрите находим уже не вот эту петельку самую первую а вот вот белую нашу петельку там где у нас перед первыми пятью белыми воздушными петельками и теперь вот он наш стык и вот эта петля и мы в нее все провязываем столбик без накида 5 воздушных 5 воздушных а теперь смотрите все последующее вязание у нас будет строиться на том как у нас будут ложиться вот эти вот наши стыки то есть если мы вот так вот смотрим вот следующий у нас стык он у нас выпадает вот на нашу цепочку вот эту вот белую да тогда мы в белую цепочку будем вязать 1 2 3 в третью петлю будем вязать столбик без накида вот дальше вяжем с вами опять пять воздушных смотрим следующий стык у нас выпадает на вот этот стык и в него в этот стык предыдущий заводим крючок вытаскиваем ниточку и провязываем столбик без накида опять пять воздушных смотрим следующий стык у нас попадает вот на цепочку находим середину цепочки это третья петля всегда если попадаете на цепочку вяжите в третью петельку в серединку и провязываем столбик без накида пять воздушных и следующий стык у нас вот этот попадает на предыдущий стык вот в предыдущий стык и вяжем то есть у нас с вами всего два варианта куда мы можем провязать столбик без накида это либо же третья воздушная петля раз два три либо же вот этот вот стык то есть вот это вот вытянутая петелька все зависит от того куда у вас попадает стык который вы должны сейчас провязать опять провязываем пять воздушных петелек и смотрим следующий стык вот он очень хорошо ложится на раз два серединку белой цепочки может быть иногда чем дальше вы будете вязать чем больше у вас будет вот эта завитушка у вас не всегда будет попадать вот как сейчас да у нас там чередуются стык воздушная петля стык воздушная петля может быть такое что будете попадать только в стык в стык или в воздушные петли это не имеет значения для рисунка как такового просто провязываем три четыре пять пять воздушных и смотрим где нам удобнее всего присоединиться либо же в стык либо же в воздушную третью петельку все по такому принципу мы можем с вами провязать неограниченное количество то есть вот так вот поворачиваем и присоединяемся обвязываем когда дошли до вот этой точки или там до этой я обычно оставляю вот так две я провязываю еще цепочку длиннее меняю цвета если необходимо и опять иду дальше по кругу завитушкой тут как говорится все на ваше усмотрение как вам больше нравится ничего сложного нет самое главное запомнить принцип что мы провязываем 5 воздушных петелек и дальше смотрим где нам удобнее присоединиться либо под цепочку предыдущую либо в стык под цепочку всегда выбираем вернее не под цепочку а в цепочку всегда выбираем третью петельку опять 1 2 3 4 5 здесь смотрим здесь уже вот он стык можете так провязать неограниченную такую красивую большую завитушку разноцветную как раз уйдут остатки пряжи вот смотрите для примера я уже вот начала вязать такую вот стушечку на стульчик и вот такая вот завитушка у меня получается каждый раз я меняю цвет и каждый раз вот так вот прокручивая обвязываю по тому принципу как мы поступали с вами на этом мой мастер-класс подошел к концу если он вам понравился тогда поставьте пожалуйста лайк напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал если вы этого еще не сделали ну а я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока